Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю работать над автомобилем Пагуар фирмы Мэнг. Ну и хочу поделиться уже проделанной работой с данным автомобилем. Как видите, склеил верхнюю и нижнюю части корпуса. Все довольно хорошо легло на свои места. Немного зашпаклевал щель. Хотя, если делать вариант с длинными ящиками, то эту щель можно и не шпаклевать. Так как ящик встанет на своё место и щель не будет видна. Повторюсь, всё очень хорошо стыковалось. И вот как выглядит сейчас автомобиль. Машина довольно красивая, интересная. Ну и сейчас продолжу сборку. Приклею задние крылья, передние, ящики зип и остальную мелочёвочку. Сделал двери. Установил на них ручки. Ещё не красил. Крашу отдельно. Когда поставлю всё на свои места, буду уже красить автомобиль. Решил делать всё-таки его с закрытыми дверями. Не захотел, чтобы они были открытыми. Ну, также подготовил уже к покраске блоки остекления. Поставил. Вклеил стёкла. Клей использовал фирмы ОКАН для прозрачных деталей. Вырезал маски с малярного скотча модельного. Использовал скотч фирмы Тесса. Клей, скотч. Всё это вы можете приобрести в магазине Ямоделист. И пластик. Пластиковые детали. Приклеиваю вот этим клеем. Начнём сборку. Для каждой детали сделаны свои пазы. Ладно и в них правильно попасть. Деталь без проблем становится на своё место. И супер текучим клеем дотрагиваемся. И он хорошо растекается к щелям. Подплавляет пластик. И теперь аккуратно надавливаем, нажимаем, чтобы деталь приклеилась. И точно так же приклеиваем второе переднее крыло. Хорошо вставив. Желательно, чтобы щель была поменьше. Чтобы клей лучше по ней растекался. Приклеиваем. Сильно надавил. Выскочил. Теперь установим задние. Как их называют в инструкции? Грязевой щиток. Как видите, сразу всё встаёт на свои места без проблем. Модель очень хорошо собирается. Очень понравилась в сборке. Немножко дадим подсохнуть. И будем клеить следующую. Приклеиваем второй грязевой щиток. Приклеиваем. 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 на клей. Немножко свободно. Дождем. У нас уже прихватилось. Проливаем по щелям. Немножко прижмем. Дадим подсохнуть. Крылья подсохли. Поставим ящики ZIP. Делаем небольшую щель. Аккуратно. Дотрагиваем все кисточкой. Клей растекается. Немножко придавливаем. Все отлично держится. Можно наносить клей сначала на поверхность, а потом прикладывать детали. Но все супер текущие клеи очень быстро испаряются. Иногда бывает не успеваешь донести деталь до места ее предназначения, а клей уже высох. Для этого можно использовать другие или другой вид клея, которые не так быстро испаряются. Специально предназначены для нанесения на большие поверхности. У меня с супер текущими клеями больше нравится работать, так как даже если немножко капнет на пластик, можно на него дунуть. Он быстро испарится и не оставляет следов. Дадим немножко клея подсохнуть. Продолжим дальше. Пока подсыхал клей, установил вот эту вот трубку и теперь будем устанавливать глушитель. Аккуратно устанавливаем все детали на свои места. И прихватываем их на клей. Даем подсохнуть. Даем подсохнуть. ... Даем〜 "... Продолжение следует... Установил глушитель, теперь поставим крепление для запасных колёс. Продолжение следует... Повторим с этой стороны. Продолжение следует... Вот получился такой брутальный бронеавтомобиль. Автомобиль очень красиво выглядит. Всё-таки ящики, крылья его уже, можно сказать, преобразили. После покраски, я думаю, он будет ещё более красивее и более интереснее. На этом буду серию заканчивать. Осталось установить первый ряд стёкол. Потом установить бронепакеты, бронестерклопакеты. Как видите, становится на свои места без проблем. Отлично. И уже когда всё установлю, можно будет начинать красить автомобиль. Ну, ещё осталось установить, наверное, уже в следующей серии, пулемётную точку, пулемётное гнездо. И будем красить. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, кто остаётся на канале, кто подписывается на канал. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова